всем привет это я камсякина видео это на тему какой программы я снимаю и почему я снимаю именно ей дело в том что меня уже спрашивает ну ладно потом отвечу меня один игрок и даже не только он другой игрок с ником хуй простышка кин спрашивает какую программу ты снимаешь и смог бы ты запилить видосчик по этому поводу да я бы смог программа я снимаю screen recorder кто-то мне кстати буквально вчера написал почему screen recorder просит врут права объясняю там русским языком написано screen recorder работает без рук прав только на андроиде версии 50 и выше раньше я хотел писать разные видео но так как у меня был android версии 4 с копейками все программы которые я находил в play маркете они требовали root прав а так как у меня root не стоит и как его ставить я не знаю я это дело забросил и только когда официально мой телефон обновился до андрюши 5 версии там чего-то там я вспомнил об этой программе которая попала мне на глаза если бы не попала программа другая я пользовался другой потому что не все по сути однотипны и это screen recorder старыми стал у меня работать без грудь прав и вот им я снимаю вот это видео расскажу немножечко о настройках этой программы что тут да как нажимаем вот эти три полосочки слева вот они опа нажал кстати вы можете гибки создавать обрезы его обрезать видео но я лучше смонтирует на компьютере чем так настройки жму простой интерфейс переключиться на простой интерфейс вы можете всегда включить его мне этот интерфейс устраивает простой я не знаю как выглядит не хочу знать сейчас у меня идет запись поэтому даже себя что-то поменяю ничего сейчас не изменится дальше общие здесь вы можете путь выбрать куда будет записываться ваше видео что потом его нигде не потерять задержка записи раньше я когда нажимал записать у меня сразу шла запись и я в этой записи показывал как я меняю приложение захожу в группу Теперь я поставил задержку 3 секунды, и за эти 3 секунды, я когда нажимаю «Запись», я перехожу в игру, все, и запись пошла. Свернуть приложение, когда начнется запись. Тоже ни разу не пробовал, зачем, я вообще не представляю. Мне кажется, просто нажимаю «Запись», и сворачивается именно вот это приложение, и записывается, может быть, к рабочей столу какой-нибудь. Останавливать при отключении экрана. Остановить записи, если экран переведен в спящий режим. Сейчас сдохну нахуй. Это нам тоже нахер не надо. Остановить встряхнув. Я сколько в туалете не встряхивал, у меня эта программа никогда не выключалась. Может быть, я что-то не так делаю. Показывать нажатие, показывать индикатор касания во время записи. Многие жалуются, что «Ой, у меня видно, как я нажимаю на кнопки, блин, как это отключить?» А у меня это, наоборот, отключено, и чтобы мне достичь этого эффекта, я даже должен включить это. Мне тоже должно это понадобиться. Далее, видео. Когда я начал сам изучать эту программу, я нашел для себя очень удобную вещицу. Энзайн. Стандарт и Advanced with Pause. То есть, у меня раньше стоял стандарт. Я снял видео, выключил, опять снял еще кусочек, выключил, потом смонтировал на компьютере. Выбрав Advanced with Pause, я понял, что я могу в реальном времени нажимать во время записи на паузу, убегать в другое место, например, до которого мне нужно добежать, чтобы вам что-то показать дальше, отжать паузу и дальше снимать. И все это видео уже будет заранее смонтировано, и не нужно ничего перекидывать на компьютер и там монтировать. Это очень удобно. Кстати, это я только сегодня осознал. Вот такой я нуб. Разрешение видео, ну вы сами понимаете, максимальное 1920х1080, потому что экран моего телефона именно такой. Я решил снять на самом высоком качестве, исходя из моего аппарата. Можете выбрать такое, такое, но мне вот хватает. Ориентация видео. То есть, когда я снимаю видосик, я так полагаю, да, я могу поставить и вот так, и вот так. Если у вас отобразилось, если я выберу портретное, только портретное видео будет сниматься, если горизонтально, так горизонтально. У меня авто. Частота кадров. Ого, 80. Вот 80, это я, конечно, это они переборщили. 30 кадров, это как на обычном телевизоре смотрим. 60 уже такая заебательская плавность картинки, что радует. Я поэтому ставил 60, а там как он в YouTube переконвертирует меня не колышет. Главное, чтобы у меня исходный материал был очень качественный. Качество записи. От 8 до 20 мегабит в секунду. При разрешении 1920 на 1080, когда я качаю с торрента фильмы в формате, например, BD-Rip, там при этом разрешении примерно 15 мегабит в секунду идет качество записи. Если мы берем BD-Remox либо Blu-ray, там уже идет чуть ли не за 30 мегабит в секунду. Так как мы снимаем, можно сказать, BD-Rip, да, то нам 20-ки за глаза, да и вообще место у меня позволяет, телефон мощь позволяет, все это снимается в хорошем качестве, и исходя из исходника на YouTube будут красивые видео. Текст баннера у меня нахер не нужен, потому что я ни разу не нажимал, не пользовался. Главное, это не картинка, не красота, а то, что внутри видео, я так считаю. Поэтому, когда я включаю на YouTube разного рода видюхи, перед которыми секунд 20 только разные рекламы, там, и вступительные, там, буковки, словечки, я это все проматываю. Мне это неинтересно. Сама по себе программа бесплатная, но в ней очень мало активных функций, в том числе и запись звука. Записи звука там нет. Поэтому я ее купил, чтобы воспользоваться звуком. Плюс у меня еще разные функции вот эти все открылись. Ну, вы поняли, запись звука нету, запись звука есть. Вот я, если я пизжу и у меня слышите, значит, запись звука есть. Выбираем микрофон. Какой? Микрофон в камере, либо какой-то еще микрофон, который у меня здесь в жопе телефона. Я им пользуюсь. Качество звука. Ставлю самый большой, тем более, тут всего лишь 128 кбит в секунду. Ниже зачем? Запись лица. Сейчас я нажму, и ничего не изменится. Но, так как я видео монтирую на телевизоре... Блять, в каком телевизоре? Да, ЛТ нахуй! Электронно-лучевая трубка ебучая. На компьютере я вам сейчас покажу, как это выглядит, если я включу свою рожу. Оп! Вот, видите, рожу я свою снимаю, но я тут камеру немножечко загородил. Ой, сейчас, по секундочку, секунду. Вот, запись лица, да? Вот моя рожа. Она может быть, как у яйцоголового. Если я поставлю в этом режим, она у меня немножечко сплющена. Снимать, поэтому снимать видео, чтобы ваша рожа была видна, не очень интересно. Потому что такие уродства возникают, что... Вы поняли. И за то, что я КС слил последний, да, и вы мне говорите, что, там, комс, накажи себя, убейся, там, отстропонь себя, там, выкинь себя с окна и нажрись таблеток. Я понял вашей мольбы и готов принять наказание. Поэтому я просто сломаю себе что-нибудь, не имею какую-нибудь конечность. Вот, смотрите. Ну, ладно. Теперь я вам покажу, что именно еще надо, что можно здесь поменять. Размеры картинки. Большой. Сейчас у меня стоит большой. Видите, какой большой. Я, если маленький поставлю, ничего не изменится, потому что мне опять надо переключить видео заранее. Прозрачность картинки моей тоже в реальном времени не меняется. Также надо при перезаписи нажимать. Сейчас у меня прозрачность я ставил никакой, поэтому я четко видел. Поставлю прозрачность, я буду как привидение. Далее, язык по умолчанию. Какой есть вы француз, то берите, конечно, французский. Если вы хотите жрать, берите вот этот, есть и... Ебать копать. Кстати, картинку может двигать вверх, вниз. Естественно, выбирать лучше маленький вариант. Чтобы картинка была в углу аккуратненько. Где тут наш достопочтенный русский язык? Вот он, выбран. Так, внутренний медиаплеер. Использовать внутренний медиаплеер для воспроизведения записей. Ну, видать, стоит, да. Ну и плюс обновление, версия. Хотите ли вы получать там всякую хуйню? Ну, понятно. Когда дело в том, что видео я начинаю уже заливать на YouTube, можно его, оказывается, обрезать автоматически спереди, сзади, там, как угодно. И я нечаянно это сделал, не знал об этом, что так возможно. И у меня кусок видео только на YouTube попал. Моя арена с Абигейлом и Мунькой. Пришлось сразу видео удалить, хотя там уже было несколько просмотров. И залить уже полное, так сказать, полное видео. Вот, в принципе, вот эта вся программа. Так, у меня где-то еще даже игра есть. Вот так это выглядит в игре. Вот, видите, я играю, и у меня на всю эту рожу моя... Как сделать маленький экран? Маленький экран, сука, как тебе сделать, пидор? Все. Всем пока.